Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы вспоминаем сегодня имя замечательного правителя земли русской, преподобного отца, святого и чудотворца Даниила, князя Московского. Святой, благоверный князь Даниил – это уникальная личность в русской истории. Русь тогда была раздробленная, феодальная, и естественно, что каждый правитель части Руси являлся сувереном, являлся государем. Вот возглавлять государство и стать преподобным – это означало соединить в одной личности как бы несоединимое. Но в самом деле, что такое власть? Власть – это сила. И на многих европейских языках и власть, и сила – это синонимы. Используется одно и то же слово для обозначения этих двух понятий. И в самом деле не может быть власти без приложения силы. А что такое сила? А сила – это способность принуждать других людей к исполнению воли правителя. И мы знаем, как в истории осуществлялась эта идея принуждения. И через смерть, и через пытки, и через заключения. И Бог знает, через какие человеческие страдания власть принуждала своих подчиненных к тому, чтобы они исполняли его волю. И особенно это было очевидно в те времена, которые мы называем средними веками. Когда еще не было тех юридических правовых норм, которые ограничивают произвол власти. А каждый властитель имел право поступить так, как он желает с любым своим подчиненным. И знаем, как поступали. И вот в этом историческом контексте возникает поразительная личность. Князь Даниил Московский. Который вошел в историю не как сильный правитель и грозный, а как преподобный отец. Как человек святой, смиренный, сочетавший в себе монашество и княжество. Уникальная историческая личность. И как замечательно, что именно князь Даниил проявил особую заботу о Граде Москве. Как будто он предвидел будущую славу этого города. Он заботился о городе, вкладывал в его процветание материальные силы, обеспечивал его безопасность. Но в первую очередь он заботился о духовной жизни жителей сего Града. Именно он на том месте, на котором мы сейчас стоим, создал первый в Москве монастырь. А потом всякий раз, когда мы приходим в эту обитель, мы обращаем к князю благоверному и преподобному свои молитвы. Многие молятся, и так и нужно молиться и о столице нашей Москве, и о всем Отечестве. Действительно, князь Даниил явил нам удивительный пример сочетания смирения, великодушия, кротости и государственных властных полномочий. И, наверное, второго такого в истории вспомнить невозможно. Это удивительное сочетание несочетаемого связывается в первую очередь с именем благоверного и преподобного князя Даниила Московского. Вот как многому может научить пример одного человека. Этот пример мог быть примером и для власти мущих, и для нас, церковных людей, как для иерархов, клириков, так и для мирян. Потому что это образ подлинной святости, который доказывает всем нам то, что никакие отговорки на служебные обязанности, на положение человека не могут быть использованы для того, чтобы оправдать невозможность человека устремляться к христианскому нравственному идеалу. Святой Даниил – яркий пример того, как никакая власть и никакие материальные средства и никакое господство над другими людьми не способны остановить любящее сердце и не способны остановить того, кто этим сердцем воспринял Христа, кто глубоко и искренне поверил Ему и кто принял решение жить по Его великому и спасительному закону. Пусть сегодняшний день воспоминания о святом благоверном князе Данииле Московском каждому из нас поможет в тот момент, когда мы себе сами скажем, ну как же трудно спастись, ну как же это возможно в условиях современной жизни, особенно в моем положении. Вот ответ на эти вопрошения и дает нам пример святаго благоверного и преподобного князя Даниила, молитвами которыми да укрепляется Отечество наше, да сохраняется вера православная, и благословение Божие да привлекается к первопрестольному граду Москве и к сей святой обители. Аминь. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok